Ее выживают, уверена Светлана Титова. Она последний жилец этого старого дома, а прогоняет ее, по мнению женщины, сосед. Купеческий особняк рядом выкупил и реставрирует юрист Александр Шалаев. На его участке стройка, а на ее построил туалет для своих рабочих и сеет газон. Вот то, что мне вот это вот милостивый барин разрешил. То есть вам выделили две грядки? Здесь жила мама женщины. В прошлом году она умерла, и Светлана вступила в наследство одной из четырех квартир дома. Переехала сюда. Другой собственности у нее нет. Нет ни отопления, ни воды, ни канализации. Даже сливной ямы нет. Скоро с женщиной познакомился сосед-реставратор и стал предлагать ей покинуть квартиру. К этому времени с одним собственником этого дома мужчина уже вел переговоры о покупке жилплощади. С другим был в дружеских, по словам Светланы, отношениях. Женщине же он предложил переехать в студию в нежилом помещении. Она уверена, он хочет завладеть всем домом и использовать ее участок как подсобный. Когда он предлагал вот эти 650 тысяч, 630 плюс 20 адвокатских, потом вот эту убитую хрущевку и остальное, я ему сказал, однокомнатная хрущевка в любом районе города без большого ремонта. То есть большой запросов не было. Еще одну четвертую квартиру дома, пояснил нам сосед, он оборудует под себя. Так как участок был не размежован, пользуется землей на общих со всеми правах. Поставил гараж, новые туалеты, садит газон. Мне надо повесить веревку здесь для белья, сушить. На второй день появился вот этот хлам. Собственник соседнего участка, юрист Александр Шалаев, давать комментарий отказался, но эмоционально дал понять, что не пытается выжить свою соседку. А облагораживает участок он, потому что владеет одной из квартир в этом доме, как и, собственно, она. А для чего ему это? Для того, чтобы сорняки из этого огорода не переходили на его, и чтобы его рабочим было где жить. Ну а как там будут жить ваши рабочие? Да вот, мне этого хватит. Это не для рабочих, это для моих родственников. А вот она считает, что вы ее выживаете прям? Каким образом? Это она меня выживает. В мэрии нам пояснили, Шалаев собственником квартиры этого дома не является. И тогда вопрос к тому, от чьего имени он распоряжается землей. В случае недостижения соглашения между собственниками помещений многоквартирного дома по владению и пользованию земельным участком, порядок пользования устанавливается судом. Куда Светлана и планирует обращаться. А еще она намерена взять участок в аренду, чтобы затем его обменять, продать или подарить, а не остаться с носом. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.